сегодня попробуем создать игру еще один вариант на тему убивающей панели так напишем скрипт workspace скрипт ну пусть так будет сначала определимся где мы находимся когда спаунимся вот у нас вместо спауна его координаты назовем x1 и workspace спауна экшен позиция x теперь это можно скопировать ctrl c ctrl v и ctrl v и здесь исправить на y и на z и сразу добавить ну вернее отнимем от z50 чтобы все что мы делали было перед нами перед лицом так мы собираемся построить что-то типом шахматной доски но только с разноцветными клетками то есть у нас будут клетки располагаться в ширину и длину поэтому нам нужен двойной цикл двойной цикл for i от 1 до 10 скажем и создадим и создадим новую новый кирпичик создадим создадим новый объект какой парт и где на workspace так так цвет у нас будет разный значит мы должны написать плаги brick color и brick color new нет рендер признать цветнейше так ну теперь сайт размер нам уже возьмем 111 значит p1 сайт равно вектор значит у нас 3 размера для нашей на высота поэтому используется вектор 3 new 1 1 1 так ну и позиция также нам нужен вектор 3 ну вот значит у нас будет шириной и в длину изменяться а высоту не будет поэтому мы к x прибавляем и y остается без изменения y 1 а в z прибавляем j так ну в принципе можно якорить 1 посмотрим что у нас получилось play play так что-то не прорисовалось ну вот такая у нас панелька разноцветная получилась ну вот сейчас наша задача увеличить размер чтобы оно было были вот не такие маленькие блоки а нормальные как это сделать robux плохо работает так ну скажем сделаем так возьмем переменную k присвоим local k присвоим и значение 3 у нас будет ширина высота и длина 3 значит здесь соответственно исправим единичку на k ну а здесь у нас получается что мы i и g должны умножить на k так посмотрим ну вот что у нас получилось разноцветные плитки построились так что-то у меня скироем сегодня так так стоп ну хорошо но теперь мы хотим чтобы одна из вот этих плиток которую мы сделали была убивающая для того чтобы вообще просто эти плитки как-то к ним обращаться мы должны создать массив массив такая структура в которой будут перечислены все плитки которые мы создадим как определить массив напишем local массив равно вот так это обозначается стрелочками пока он у нас пустой скобочками пока он у нас пустой но каждую из вот этих созданных плиток мы будем добавлять в массив но здесь у нас получается структура двумерная то есть ширина у нее есть и глубина или там длина или ширина а массив у нас будет просто набор набор плиток ну то есть по 1 по 1 по 1 их сколько должно быть кстати говоря должно быть 10 умножить на 10 получается 100 то есть в массиве будет записано 100 плиточек для чего это нам нужно чтобы одну из них сделать убивающей какую-то выбрав ее случайным образом ну вот мы массив определили и сделаем счетчик по нему local не знаю f то есть будет равно единичка нумерация элементов массив в роботсе начинается соединиться а не с нуля ну вот теперь получается что нам нужно каждую из этих плиток записывать массив f равно p1 ну и мы должны сдвигать самостоятельно то есть у нас нет цикла для вот этой перемены поэтому мы должны сдвигать самостоятельно то есть f равно f плюс единичка так ну вот теперь мы тут в принципе смотреть нечего потому что мы особо-то ничего не увидим поэтому продолжим дальше мы сейчас создадим переменную которая будет случайным образом выбирать плитку для того чтобы сделать ее убивающей local d mat random значит сколько элементов в нашем массиве получилось вообще 100 но мы не будем писать 100 напишем нормально то есть у нас номерация идет от единички до пишется вот так t то есть ой почему-то массив то есть вот это обозначает что до последнего элемента массива который мы здесь определили в который вот здесь что-то записывали так теперь дальше то есть мы сейчас какой-то из элементов этого массива выбрали случайным образом записали это в переменную d в принципе можно даже это вывести давайте выведем чтобы видеть print d можно написать убивающий литка номер так ну и теперь нужно сказать что до плитки дотронулись как это написать массив то есть у нас получается то что мы выбрали случайным образом это d номер a и название процедуры он значит эта запись обозначает что как только мы дотронемся до плитки которая случайным образом была здесь определена произойдет вызов процедуры он тач мы сейчас запишем фанкшен тач и тач и хит то есть удар кто что тут произошло касание так лук лук определим что именно человечек наш герой дотронулся до плитки как это определяется напишем лук 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 равно хит герой фит первый первый кто является потомком этого объекта в данном случае нам нужен там не парт там не еще кто-то а именно хуман хумануид так значит если у нас если это действительно потрогал человечек то нам мы создадим в этой позиции взрыв local нужна она она здесь там с ну Создадим взрыв, и где он должен быть? В exposition, там, где position плитки, до которой дотронулись. Проверим, что у нас получилось. Итак, у нас плитка номер 82 будет убивающей. Выглядит странно, но как-то сегодня так Roblox работает. Вот мы бегаем, пока не попадем на 82 плитку. Теперь у нас 82 плитка. Всё сработало. Наш человечек развалился на запчасти. Ну, надеюсь, было всё понятно. На этом всё, стоп! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...